Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение необычной партии в Сидмер Стивилизейшн 6. В ней я не играю, а комментирую то, что происходит в партии на шестерых. В моём сервере, в Дискорде, все игроки находятся в одной комнате и стримят то, что они делают, а я переключаюсь между их окнами и стараюсь комментировать происходящее. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу вроде должна была появиться. Спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Ну и прошу вас в комментариях писать, как вы относитесь к подобному формату. Приятного вам продолжения просмотра. Люкс, открой, пожалуйста, великих людей, просто я через тебя гляну, кто там что накапливает. Ага. Ну, неизвестный игрок — это Мали, естественно. Не, я просто посмотреть всё, у кого чё тут. Я смотрю, никто особо пока в районы не пошёл. Всё, спасибо. Супер сделка. Супер сделка. Так, значит, американец Люкс у нас в золотом веке, Супергёрл Мали в обычном, русский кубит в обычном, не, в тёмном, в тёмном, он всё-таки попал в тёмный век. Так, так, канадец Мистер Ди в золотом. Ну, по-моему, Нубия, кстати, пропустил свой шанс. Я думаю, теперь Мистер Ди будет думать о том, как бы Нубию забрать. Нубия в обычном. Ну, тут просто надо было. Ну, Нубия плохо развивается, к сожалению. Нубия плохо развивается. Два города всего лишь. Вообще, прощение Михаила звучало так, что Супергёрл уже всех нас сделал. Ну всё, ребята, удачи вам тогда. Ну а чё удачи? Вон там у Даши 150 военки. Да, а Даша будет, видимо, венгры забирать. Ну, я думаю, что Мистер Ди стоит на Нубию. Может, не сейчас, конечно, потому что там всё-таки у него эти уникальные юниты, но явно, мне кажется, 103-66. Давайте глянем. Мистер Ди надо бы армию подостроить канадцу. Несомненно. Хоть какую-то. А он делает что, рабочих? Да, ему ж можно не бояться по той простой причине, что пять ходов он может спокойно жить. А континент кто-нибудь наоборот ходил вообще? Да, целых два. А покажи, какой у тебя континент. Я? Нет, Мистер Ди. Балтика? Ну, там ещё, да, есть континенты, не волнуйся. Ну, я три нашёл континента. Канада, я напоминаю. Канаде нельзя объявить внезапную войну. Ну, сначала надо осудить, пять ходов ждать. То есть, если нубиец решит нападать, но за нубию с его этими уникальными юнитами ему надо было это делать. Вот просто здесь, в этой ситуации надо. О, Казахстане. Пассивно сыграл Фауст. И теперь, я думаю, что Мистер Ди смогёт через некоторое время, не так скоро, конечно, не вот прямо скоро, сейчас, но будет на него нападать, я уверен. Так, давайте посмотрим за англичанин. Англичанин, я уверен, хочет напасть на Венгра, забрать этот Эстергом, потому что Эстергом поставлен очень жадно. Видите, он подводит лошадей своих этих всадников к Эстергому. Что он везде дальше? Дальше всадников продолжает строить. Давайте глянем, что Венгар делает. Если никаких защитных юнитов он не будет... Ну, ему, конечно, в первую очередь надо лучников, как мне кажется, строить и идти... Дебрецен... Блин, жадновато он Эстергом. В том плане, что, наверное, может и стоило сюда, но он его так поставил, что он атакуется очень хорошо. Мне кажется, на одну клетку надо было вправо ставить... Просто на одну клетку вправо. Мистер Дизделка. Вот отсюда и отсюда уже сложновато было бы. Я уверен, что англичанин Эстергом заберет. Просто вот это уже 100%. С трех клеток всадниками атакуется. У него защита 10. Ну, даже там, если будет юнит стоять... Я сделал два континента, но у меня... А юни разной торговли... У Венгрии сейчас она не ускорилась. Либо... Она у тебя еще не изучена? Либо дуболом будет, либо... Лучник. Поверху пошел мастерство, трудовое повинство. Политическую философию. Соседи бойтесь называется, да? Замих соседей нужно бояться. Там по 120 военной мощи. Ты знаешь, что у варваров, что у меня тоже 111 военной мощи. Самосвала 180. Ну, видите, Кагыр строит лучников. То есть у него там два лучника стоят. Но мне кажется, два коня... Два коня, даже три коня уже берут этот город. Просто когда он будет нападать. Ну, это логично со стороны Англии, просто потому что у нее нету места. Ему некуда реально селиться. Может быть, стоило, не знаю, подождать. Но тут и с торгом он так поставил. Да, наверное, вот реально стоило вот сюда. Вот сюда бы ставил город и уже намного сложнее. Потому что атакуются, во-первых, только с двух клеток с этой стороны, да? Во-вторых, одна клетка это через реку будет. Это еще минус к атаке. О, Занзибар нашелся. И что там? КГР, покажи еще верх карты, пожалуйста. Третий город Женева. Первый человек, который все три города, спасибо. Три города-государства нашел, политическую философию ускорил. Ну, смотрите, сколько у него места. Вот у Венгра просто немерено место расселяться. И вот этим городом, получается, он себе проблемы создал. Просто потому что это прям, ну, вызывает желание англичанину напасть на него. Это в мою сторону, ну, до каких пор хочешь селиться? Пока войну не объявишь. Пойдет? Я понял. Да, ну, вот если ты дальше будешь, то уже как бы... Ну, я не могу ближе, ну, а дальше... Там, я думаю, твоя стольня стоит? Да. Слева от озера. Да. Это там проблемы, я смотрю, между американцем и норвежцем. Я один сюда город влеплю. О, это норвежец здесь. А, ну да, все правильно. Это те два города. Ну, норвежец тоже. Вот Нубия и Норвегия здесь очень медленно развиваются. То есть я бы сказал, что они на последних местах в моем представлении о том, что сейчас происходит на карте. Они вот тут вдвоем на последних местах. И... Ну, то есть... Сейчас Люксу даже, ну, нету смысла как-то спешить там с захватом норвежца. Что-то... У него куча мест, куда расселиться. Он явно будет по развитию намного-намного опережать Норвегию и заберет ее... Даже не знаю, может... Возможно, даже на кирасирах где-то вот в этот момент. Давайте интересно глянуть, что там у Мали происходит, как у него расселение идет. Ну, видите, за Мали надо было, конечно, с такой верой в Золотой век выходить. Сейчас он веру не может использовать никак. Занзибар найден. Что он тут исследует? Поставлено... Было поставлено в стены эти. Потом поставил водяную мельницу. Да, ну, блин, я прошу прощения. Не знаю, почему Supergirl вот так показывает. У всех остальных тоже немножко бывает. Но Supergirl, конечно, в основном вот это пикселизация. И фиг пойми, что тут. Так, русские. Русские... Я постоянно смотрю. Вот мне бы такое место в любых играх. Это просто вот приятные места. Видите, так спокойно можно сидеть и развиваться. Приятные... Ну, вот город государ... Вавилон у тебя рядом. Ставь ты... Странно, Магнус так... У него мало культуры, я так понимаю. Да нет, нормально. Наверное, стоит ограничить до девяти. Да. Что до девяти ограничить? Ну, вон, видишь, тут входят-выходят постоянно. А что, Михаил ушел? Какое количество? Да, он ушел. Он уже сказал, что не может никому подключиться. Так. Ему надо больше уже... Ну, смотрите, у него куча мест с офигительными кампусами. Кампус раз, два, три. На плюс четыре вот тут кампус, да? У Новгорода на плюс три есть кампус. Как минимум вот здесь, например. А я понял, почему она не ускорилась. Потому что ГГшка, которую нашел, она на другом континенте. Она показала континент, но не ускорила. У русского отличные места, но он их не использует на данный момент. Просто, ну, он так стремится к вот этим строить... Конечно, надо запланировать производство места, я ничего не говорю, но... Кубит, а ты вот в этом вот треугольнике, который ты запланировал, ты видишь, что там у тебя железо? Ой. Я так, просто я уже который ход это наблюдаю, я думал, может ты заметишь. Точно. То есть он так красиво все расставил уже, все дополнительно расставляет, а тут у него железо стоит. Так. Интересует, когда там Англия нападет уже. Вот видите, вот он метки ставит, чтобы расширять себе карту, я так понимаю. А, он теперь думает на Тимбукту нападать. Триста сорок воемки. Но на месте его соседей я бы забеспокоился. Нет, Фаус, туда у тебя уже никак не влазит город. Я этим следующим ходом ставлю город, который тебя перекроет, туда даст. Я вижу, почему ты туда город хочешь поставить, да. Это канадец и… Кампус там, конечно, будет классно. А нет, Гагыр. Венгр мешает. Ну, он убийца, там и так места, куда есть ставить. Ну… Блин, не знаю, что-то англичанин… Сразу взял, выкупил эту клетку. Не, я город далеко ставлю от этого места. Англичанин пока не нападает, но он как-то армию все строит и строит. Прям даже интересно. Но теперь… Не знаю. То есть, он не может определиться, нападать ему на Венгры или на… Ну, или на Мали. Просто мне интересно. Похоже, все-таки на Мали будет нападать. Ну, вообще, я бы тоже… Знаете, как бы вот в перспективе… То есть, эстергом легче намного берется, да. Но вот в перспективе, грубо говоря, на долгую игру я бы больше Мали опасался. Если дать ей развиться… Просто вот сейчас у Мали нет ни производства, ни возможности покупать за веру юниты. Мне очень стрёмно. Мне очень стрёмно. Твой военный матч. Если ты будешь на кого-то нападать, я не собираюсь в сторонке сидеть. Ага, англичанин сейчас явно посылал Венгру предложение о дружбе. То есть, он реально решил нам Мали нападать. Ну, тоже в этом есть… Вообще, конечно… С одной стороны, хочется и Мали с карты убрать. Просто это… Это в интересах вообще всех на карте. А с другой стороны, давать Англию усилие… Англия тоже не слабая цивилизация с развитием. И если Венгар даст Англии усилиться за счёт Мали… Привет, привет. С другой стороны… За счёт Мали не особо усилишься, потому что способности Мали пропадают, а ты забираешь города в пустыне. Вот сейчас… Ну, правда, сейчас никто не видит, где у Мали находится что. Но у Мали-то в основном тут в пустыне будет. А в каждом городе по военному лагерю? Или там уже где-то казарма стоят? Там один город с военником. Типа, в сторону Мали, чтоб он типа не напал. Если захочет. Даша пытается обмануть супергерл, несмотря на то, что… Ага, и кони в мою сторону… Несмотря на то, что супергерл видит, что это не один военный лагерь в сторону Мали. А, нет, позже, вообще видит в сторону Мали, да. А, ещё и дорога ведётся из Бирмингема в мой город. Блин, хочется подначить их, а я забываю, что я комментатор, а не игрок в партии. Золото, если не ошибаюсь, мне в пункте отправления. Ну, конечно, если сейчас… Вот если сейчас Англия нападёт на Мали, у Мали будут проблемы. Ну, у меня туда три доллара. У Мали будут проблемы просто по той простой причине, что у неё нет производства юнитов. У неё нет производства для юнитов. Это резолты сейчас вроде куда ходишь. А если карточку поставить, то и пять будет. Ну, а Кагыр, я думаю, скорее всего, блефует, что если Англия на кого-то нападёт, то он впишется. Ну, у Кагыра нету такой армии, чтобы вписываться. Это просто блеф пока. То есть, ну что, у него стоят два лучника около эстергома. Не, лучник и дуболом около эстергома, дуболом около Будды и лучник около Будды. Ещё один. То есть, три лучника и два дуболома. Армию он не строит, он играет в развитие. Так что… Никуда он тут ни во что не впишется, прямо скажем, если Англия нападёт на Мали. Давайте посмотрим, что канадец делает. И кони в полупозиции. Ну, ты вообще даёшь. Он был агрессивный. Ну, это… Англичанин действует очень правильно. Просто по той причине у него нет места. И он, в отличие от меня, потому что я ныл, потому что у меня мало места, прочее. Он просто спокойно расследовал это, увидел, пошёл строить армию и пойдёт себе добывать жизненное пространство. Это вот… Тут как бы не агрессивность Англии, а просто игровая необходимость его заставляет так действовать. Что… Канада и Нубия. Ну, вот… Тоже мистер Ди как-то медленно развивает. Ну, с другой стороны, места, конечно, не очень. У Канады всегда так, ещё и тундры не завезло никакой. Тут у него есть где места. Вот тут ещё город можно ставить хороший, в принципе. Мистеру Ди повезло с соседом. Нубия как-то не особо… Такое ощущение, что стремится к развитию… Блин, до сих пор только три города. Всё ещё только три города. Вот, кстати, Нубия уже практически всех встретила, и можно сравнить показатели науки. 23 науки… Вот смотрите, обратите внимание, что у Англии 23 науки и 17 культуры, несмотря на то, что он идёт в войска. Просто потому что он вначале очень хорошо расселился, и у него места есть отъедать. То есть это за счёт жителей. Окей. И я думаю, кстати… Давайте глянем, я думаю, что и за счёт Пингалы. Скорее всего. То есть он, наверное, Пингалу использует, а не… А не Магнуса. Блин. Ну, блин, чё сейчас не про… Вот, всегда нормально было сейчас посмотреть карточки. Так, он поставил плюс два к учёным. О, интересно. Это, да, Пингалу у него сидит, он там… Блин, ну вот почему сейчас хреново стало показывать, как раз когда я хочу посмотреть? У англичанина, действительно, он использует Пингалу. Почему? Нет. Даша, покажи, пожалуйста, губернаторов. Прокачки. Ну, мне прокачки его интересуют. А, ну… Да. Спасибо. Видите, на науку поставил. Культура, значит, у него откуда-то ещё должна капать, потому что 17 культур и просто от жителей… Вот я не вижу, откуда у него ещё… Культура может идти… И откуда золото вот на всё это? Караваны к тебе, сказал же человек. Да, там караваны ко мне не дают столько. Не, там везде коммершал хабы, типа, из-за этого… Да, англичанин хорошо подготовился. Давай тогда я этот Цивик ускорю. Всё, объявляет войну. Да, ну… Я думаю, сейчас Мали снесут. Так тебя там забирают, что ли? Да. Притом, это очень поможет. А там же КГ грозился. Ну, посмотрим. Не дать. Карагена, давай ещё… Ну вот, смотрите, три лошади… Хочешь где-то ставить? В районе… Нет, нет. Там всё моё, да? Три лошади забирают город, считайте, за два хода. С силой защиты 33. Без стен. Ну, англичанин всё правильно, конечно, сделал. Всё правильно. Это… По-моему, тебя на следующий ход заберут. Логика игры. Чё, всё соглашусь. Настолько плохо? Всё настолько плохо. Бежали три коня в столицу. Другой город бы выдержался, а этот нет. Чё, у тебя там в столице никого не было, что ли? Не, столицы-то были, но этого было недостаточно, чтобы сдержать три коня и лученька. Ну, в общем, всё, спасибо, всё, пока. Ещё и фасткликер. Да нет. Он быстрее кликал до этого. Англичанин, наверное, просто решил, что надо убирать того, у кого самый хреновый стрим, чтобы не портил. Так и есть. Спасибо за игру. Да, спасибо за игру. За игру. А кого вынесли? Малийцев. А, Мали. Ну да. Ну, я бы сейчас ещё на месте Венгра очень напрягся, потому что Мали настолько быстро вынесли, что сейчас эта армия пойдёт к Венгру. Просто. Ну, как сказать, у Англии теперь миллион городов? Нет, нет. Там не миллион, там два. Два города. Поэтому на него и напал. Ну, это два готовых, а место для расселения у него стало больше. Да нет, нет, не, не. Пока тут это не критично, как наблюдатель могу сказать. А вот, ну, это Кагыр там беспокоится, видимо, что сейчас к нему может прийти, он правильно беспокоится, ему надо что-то делать. Он так стоит, что вряд ли. Давайте глянем. Понял. А, нет, это беспокоится Мистер Ди. Ну, хотя это скорее к Нубии вопрос, конечно. Ну да, это вопрос к Нубии. Одну лошадь строит. Ну, с другой стороны он, видите, выходит в Мещников. Ну да, вот это уже сейчас, наверное, не берётся. Да. Венгра сейчас уже не берётся. Ну, той армии, которая есть у Англии, и то, что он вышел в Мещников, то есть у него есть... А, у него нету железа. А, у него нету железа. У Венгра нету железа. То есть он пока только одного Мещника может апнуть. Ему бы в Эстергоме стены строить, а не рабочего. Вообще-то. Так, ну пока берётся, пока Венгр берётся, ребята. Ему надо что-то... И вот смотрите, у Венгра четыре города, и нету армии в плане развития. У англичанина, по-моему, те же четыре города, но при этом ещё и большая армия. И по науке и культуре он... Да, четыре города, ну поставленных, я имею в виду, не чужих, а поставленных. Привет, привет. Четыре города. И при этом он по науке и культуре опережает. Кстати, смотрите, англичанин вообще всех уже встретил. Двадцать семь науки, у Венгра двадцать два. Ну тут, по-моему, семнадцать или восемнадцать, у Венгра шестнадцать. Опять же повторю, то, что он забирает города Мали сейчас, это его не усиливает особенно сильно. Просто потому что у Мали тут, смотрите, военный лагерь, священное место, так? А тут вообще даже по-моему, районов нету, ну и... Так, минус один у нас тут надо уменьшить количество. Америка? Восемь. Ну проспал, просто проспал супергероу эту... Решали добить. Не пуская их туда. Войну и... Да, я вроде, не знаю. Тебе дуболомы не мешают убрать его отсюда? Это... Довольно долго англичанин, на самом деле, строил армию, и это... Можно бы... Может быть, Мали думал, что он на Венгра будет нападать? Ну, уже поздно. И я так думал, но... Ну, сказал бы, я бы убрал он там просто... В итоге... На самом деле... Он, наверное, посмотрел развитие Мали. Действительно, Мали надо в зародыши, так сказать, давить. Потому что дальше, тем более, что с таким количеством пустыни здесь... Так, ну, тем не менее... У меня. Я его пытаюсь догнать. Я думаю, что... Он упорно бежит почему-то на твою территорию. Мне больше нравится, опять же, повторю, как у нас идет развитие у Америки и России. Кстати, у нас будет Америка и Россия противостояние. Люкс расселяться умеет. Сейчас он тут все это... Всю вот эту территорию заселит. Хотя, интересно, почему он вниз пошел? Интересно, Люкс, а почему ты вниз пошел в первую очередь, а не вверх? Я не знаю, это будет каким-то спойлером или нет? Рассказывать. Просто не пойму. А, это поселок... В общем, из Нью-Йорка этот поселок. Он там родился. Ему проще было сюда дойти. Ясно. Оставить город. Быстрее, чем куда-то еще. А наведи еще вот на эту, то что ниже Лос-Анджелеса, пожалуйста. Спасибо. То есть, у чувака... Ну, Есемити, правда, не такое прям офигительное чудо, но, видите, дает две науки в Лос-Анджелесе, или даже три науки. Два чуда у американца рядом с его поселением. Просто все очень неплохо, вот стартовое место. Не хватает только гор для кампусов. Ну, я думаю, это можно будет компенсировать вот расселением таким. То есть, он вот настолько он решил прям... Лучше я на твоей территории сгину, чем отдамся мне, да? Венгер... Ага, да, вот еще у него железо он добавит. Не, в принципе, должен успеть Венгер защититься. Я не думаю, что сейчас англичанин прям пойдет, но вообще зависит от того, что он строит в городах. Сейчас глянем. Конечно, может и Венгер... Ну, он от войны Смоли вообще ничего не потерял. Честно говоря. Поэтому... Так, тут чудо. Ну, ведь он тут успел стены построить. Ну, Тимбук-то все равно упадет. Так, тут рынок. Тут маяк. Ну, в развитие, в развитие. Да, я не думаю, что он пойдет нападать на Венгра. Пошел исследовать территорию. Ну... Стены мешаются, да. Ну, заберется город потихоньку. Че уж тут... Заберется. Давайте еще русского посмотрим. Опять же повторю. Русского самое... Тут приятный старт самый. Варвары. Так, что у него? Умоли без района военного два генерала. Карточку поставь. У него есть район военный. Ну, слушай, там же сейчас уже комп играет. Может, ему что-то там читит. Вот, вот. Вот, вот. Я понял. Ну, комп-то всегда читит, что ты делаешься. КГР, это тебе очень нужен этот строитель. Он, наверное, деньги... Да. А, он, наверное, купил за деньги этот комп, я так думаю. А, ну точно. У него... Во-первых, военный лагерь у него был, таки, пока ты не захватил столицу. И комп просто за деньги, там, купил все генералов. А у меня теперь так и останется, что ислам неизвестный игрок. Обратите, ну... Да. Я думаю, да. Так, хочу посмотреть русского, как у него все-таки развитие происходит. Я не понимаю, вот у тебя столько гор вокруг, да? На тебя точно никто не нападет, потому что нету рядом соседей. Норвежец где-то далеко. У него самого развития нету. Хотя, слушайте, у норвежца 282... Ну, это его в дракары он построил, и он сейчас расстроится, что он этих дракары ни на кого не может использовать, просто потому что никто не поставил... Ну, Ярославль, хорошо, что норвежец в Ярославль нападет. Зачем? Ну, то есть это вот просто... Ну, он может потребовать дань, может быть... Не, вовело надо сносить, вы что? Дань может потребовать с русского и убить Ярославль просто так, но... Просто... Наверное, сагрит соседей... Ну, то есть с развитием норвежца как-то сейчас... Мне кажется... Ну, вот 22-13 слабенько. Я не знаю, почему он игнорирует кампусы. Тут кампус офигительный, можно подставить, да? Вот прямо сейчас уже, то есть... И у тебя... О! О! Да, это кто кому объявил. А Караген ты даже дань не требовал, да? Нет. Просто вот такой викинг, типа, отмороженный. У меня места нету. Он, видишь, поставил вниз город, и у меня места вообще нет. То есть как бы... Да я вижу всё, можно не рассказывать. Ну... Вот в случае с норвежцем просто... Понимаете, этот город будет отвалиться по лояльности. Как бы ему не хватало места... Ну, я сейчас всё оттого с местами. Я готов уступить без проблем. То есть вот как раз в сторону русского... Во-первых, на реверсу надо было тут ещё город поставить. Вот там. Вот тут левее хотя бы. Просто он Ярославль не может удержать. Ну... Ярославль отвалится. Будет постоянно отваливаться. Потому что тут столица с восьмию жителями. Ну, это как-то рано. Не знаю. Ну, как бы в некоторых смысле русский тоже виноват. Я не знаю. Русский просто не стремится в науку почему-то. Здравствуй. Привет, Люкс. Здорово. Венгер, мы можем просто в мире жить. Даже... Норвежец вот... Жить в мире это... Англичанин предлагает венгеру. Ну... В принципе, можем. И в принципе, да. Потому что Англии есть куда... Расселяться сейчас. Ты... И так как бы ни от кого не отставал. Плюс ещё соседа сожрал. Только у меня городов просто не было. Прям сожрал. Ну, я... У тебя городов не было. Ты... Бешено строил армию. При этом не отставал. Ну, то есть и научные эти самые... Явно поставил... Компуса. Конечно. Куда без них. Но мы знаем, что англичан не ставил компусов. Поставил англичанин компуса или нет, можно увидеть в великих людях. Я понимаю. Ну, в принципе, достаточно на науку посмотреть. Как мы уже знаем, это наука у него от пингалы. Просто... Когда кто-то удивляется большому количеству науки в начале игры, имейте в виду, это пингала. Это не компуса. Потому что... Большое количество науки от компусов, это просто должно быть с местом офигительно завести. Как русскому, например, который не ставит компуса в этой игре почему-то. Хотя у него... Место располагает. Тут просто, ну... Еще раз глянем. Ну, то есть шестая цива, на самом деле, она о том, что у вас есть в чем-то преимущество. Вот в начале игры, например, вы нашли рядом чудеса и религиозный город-государство. Как это сделал Люкс? Надо ставить священные места. Да, Люкс, кстати, поставил священные места, но не так... Он решил идти в расселение, что тоже, кстати, в его случае неплохой вариант. Но я бы священных мест больше поставил, так как есть Иерусалим. У его тебя рядом горы. Ну, имеется в виду, если, конечно, рядом нету соседей каких-то. Вот в данном случае, да, у русского есть агрессивный сосед норвежец, но он может только один город взять. Все. Просто один город. Это, кстати, может быть, русский не прав, что он так Ярославль поставил. Не разведал нормальную территорию, так вот поставил Ярославль. Ну, ладно. Где Англия живет? Предположим, у тебя куча гор вокруг. То есть твое преимущество, у тебя куча гор и еще и научный город-государство рядом. Почему ты кампусы не ставишь? В чем причина не поставить кампусы? Три города даже. На трех городах поставь кампусы. И тебе, например, уже от норвежца будет проще защищаться, потому что ты раньше выйдешь в сильные юниты, апнешь сильные юниты, и уже у города будет защита повыше. Ярославль бы все равно, наверное, упал. Ну, то есть вот что такого делал русский, что ему не дало кампусы? Смотрите, сверху ничего не разведано. А сверху явно еще куча территорий, сверху тоже можно города ставить. Смотрите, кампус плюс четыре, кампус плюс пять, кампус плюс пять. Почему нету кампусов? Фиг знает. Тут бы русский уже доминировал к этому моменту, как мне кажется. Ну, то есть я вот, знаете, со стороны наблюдателя, конечно, так проще говорить. Ну, битс не использовал свое преимущество в ранних юнитах офигительных. У тебя был сосед рядом, который забирается, по-моему, очень легко как раз вот этими лучниками. Ну, и все. Ну, вот чем он занимался? Вот он четыре города всего лишь поставил. Четыре города. В то время даже канадец больше поставил, чем он. Ну, пока тут я вот, пожалуй, на люкс оставлю. То есть он лучше использует предоставленные ему возможности, расселяется. Еще науки, кстати, много у Кагыра должно быть в будущем. У него тоже есть горы. Да, ведь он уже один кампус поставил. Но это, правда, на плюс два только. Венгра, у тебя скоро союз? Нет. Англичане там расселятся сейчас будут, убрав Мали. Ну, там тоже, блин, такая территория вообще. В общем, даже нет. Видите, американец 37-33, 36-32. У Англии такая за счет Пингалы, у американца такая за счет расселения. И за счет расселения, конечно, это повыгоднее будет. Нет, он уже Пингалу тоже посадил. Ну, он вначале брал Магнуса. Сколько уже городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять городов. Очень приятно. Еще куча места есть. Очень-очень все приятненько. Он думает, куда поставить Эквидук, чтобы потом производственную площадь сделать. Я не понимаю, ну, серьезно, ну, если потом русский смотрит в записи это видео, ну, то есть, окей, ты поставил карточки, поставил метки на эти производственные зоны. У тебя производственные зоны хрен когда еще будут. То есть, типа, случайно не застроить это место. Хорошо, но ты же видишь, у тебя горы есть. Почему не планировать сразу на города, на кампусы? Ну, норвежец захватил Ярославль, ставил его себе. Ну, он просто будет отваливаться сейчас. Тем более, еще и армия есть какая-то у русского. Видите? Не, норвежец, ну, это тоже вот норвежец очень зря напал на русского. То есть, я тут не вижу никакой выгоды. Он может забрать только Ярославль. Удержать он его не может вменяемо. Странно, откуда у него лояльность на Ярославль? Почему на Ярославль все равно действует лояльность, которая повышает ему? Каким образом? Тут, блин, столица рядом. Хочу посмотреть на норвежца. Он, наверное, туда, конечно, еще и губера какого-то пересадил, но все равно по идее должен. Нет? Он, наверное, едет какой-то губер. Ага, но у него тоже столица здесь. Ну, ладно. Но она дальше, например. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмая клетка у русского. Раз, два, три, четвертая. Говорят, еще и Берген должен. Ну, не знаю. Выглядит так, что Ярославль должен отваливаться, а он не отваливается. Ну, опять же, норвежец медленно расселялся. Ему тоже было все-таки... Несмотря на то, что у него мало территории, но у него было куда города поставить. И расселяться норвежец надо было в сторону американца скорее. Ну, короче, вот предсказываю будущее. Норвежец сейчас окончательно себя ослабит войной с русским, не получив особого профита. А потом американец приходит и забирает полностью всего норвежца. А потом, скорее всего, и русского, потому что Россия как-то забила на свои офигительные компуса. Тут, скорее всего, канадец приходит и... Так, слушайте, а что я не... Привет, Краген. Такая что-то тишина такая. О, вот последний. Здоров. А тут канадец явно забирает Нубию. Это ты последний, а не я последний. Канадская империя. Мистер Ди, покажи, пожалуйста, свои технологии и социальные политики. Так, никаких особо тут инженерное дело идет. Я так понимаю, что он, ну, в Акведуке. Мирская традиция для соседства Венуни. Кстати, не так много верфей. Ну, этих портов у соседства. Ну, конечно, науку там может быть получать. Он опять как-то золотой век уже вышел. Предлагаю в следующую эпоху выйдите паузу сделать. Да, можно. То есть, годов через пять, через шесть получается. Ну, следующая эпоха начинается, проголосуете и паузу. Или когда... А, нет. В следующую эпоху начнется просто пауза. Тоже, видите, мистер Ди хорошо... Ну, у него территория хуже, вот, например. Вот просто конкретно хуже, чем у русского и венгра, предположим. Одинаковые примерно с американцем, да, соглашусь. Но американца больше территории, чем у канадца. У венгра, смотрите, вот куча места просто. Хотя это должно быть по идее... Ну, конечно, столько места. Ну, это... Ну, убийцу и венгру, я бы сказал. Ну, да. Не, я просто сравниваю с тем, что у меня. Да, да. Ну, и вот англичанин уже забрал малийца. Но, опять же, не стоит считать, что англичанин за счет этого офигительно прям усилился. Просто по той простой причине, что у него... Города Мали — это не совсем то, что кому-то хочется иметь. Они крутые для Мали, но не для... Но не для... Других цивилизаций. А, Люк? Он за русским... Ой, точнее, он уже русский, да? Нет. Даша самосвал хреновый стрим почему-то. Тогда не знаю. Он за мной живет. Теперь, Даша, у тебя стрим хреновый. Только в твоем случае он не пикселизованный, а постоянно приостанавливается почему-то. Я ничего не снял, кстати. А компьютер даже на 10... Это намек, что его следующим забирать надо? Ну, его сложно следующим забрать. У него прям вот последний ход. О, Лавенту забирает. Да. Ну, у тебя есть армия, ее надо использовать. Да, Лавента точно Англии не нужна. Тут, кстати, тоже хороший где-то город можно будет поставить. Видите, тут кампус неплохой будет на 1, 2, 3, на плюс 4. Река тут есть. То есть где-то тут город ставится нормальный. То есть Англия просто убрала себе соперника для того, чтобы расселяться. Так что я бы назвал тут лидером люкса. На первом месте, на втором месте я поставлю Англию, но ему надо что-то делать. И на третье Канаду, мистер Ди. О, что-то англичанин вообще даже вышел из дискорда. На этом пока все. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы оцениваете этот новый формат. Спонсоры канала, все серии могут прямо сейчас уже во вкладке сообщества посмотреть. Для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!